Так, привет, вырвался из комментирования Аспирант, привет, будешь только смотреть Фоги Фокуса. Да, Аспирант, я планирую, ну, то есть я хотел бы посмотреть и второй матч, я же против Инфи, но, к сожалению, мне еще за неделю, неделю назад было запланировано сегодня мероприятие, которое нельзя отложить на 5 часов. Если, конечно, отыграет Фоги Фокус там за, не знаю, полтора часа или за час, не дай бог, ну или вдруг-вдруг получит. Короче, для тех, кто смотрит в записи, для начала, для тех, кто только что присоединился на прямую трансляцию, с вами закадровый голос, это Михаил, Варкрафт, все дела, вот, и мы будем смотреть с вами первый матч плей-оффа в Фоге против Фокуса, это китайский турнир Доу Юли Кап с призовым фондом в 12 тысяч долларов, вот. Соответственно, плей-офф, как вы видите, на сколько нас там, на 16 человек, да, ведь, правильно? Не, на 8, на 8 человек. Фоги, Фокус, Тяж, Инфи, Мун, Сок, этот Эро и Лавлиет, хорошие, хорошие товарищи. Вот, я в игре, это очень хорошо, можно будет посмотреть непосредственно из игры, графика великолепная. За первое место, кажется, 6к дают, то есть ровно половина призового фонда. Стандартное, кстати, распределение на 3, на 4 места, да, 6, 3, 1,5, это почти что классика, то есть 50 от общего, 50 от второго, 50 от первого, 50 от второго, ну и дальше такое же распределение, 4, 750 баксов. То есть каждая твоя победа, то есть каждое твое прохождение в следующий тур удваивает, по сути, твой выигрыш. Все в призах, то есть все, кто прошел в плей-офф, уже получили несчастные 300 баксов с 5 по 8 места, но если ты проходишь следующий тур, у тебя уже не 300, а аж 750, потом полторы, потом три, если вдруг одолеешь кого-то там в финале, то будет 6к. В первом матче мы увидим козла, нычку, отмену Борова, потом 12 центов на одном экране, гг, вот. Ага. Кардан, а откуда ты знаешь, если... Если... Это же прямой эфир. А я уж подумал, что сок это сокол. Ну, мы... Я не видел вживую сока, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что это не сокол. Сокола вживую я видел, поэтому там-то все понятно. Ну что, матч должен уже стартовать, потому что... Рэдди-рэдди, кстати, очень пунктуальные китайские друзья. Очень пунктуальные. Все, и пошел обратный отчет. Класс. Сейчас тогда я... Переключусь, когда стартанет варик. Он очень долго стартует. В прошлые разы было быстрее. Как бы я не отвалился. Варкрафт не отвечает. А, не, нормально-с. Так меня стращает, а? Ладно, поехали. Надо развернуть только на фуллскрин еще. Successful entering room. Waiting battle. Сообщить out in game night. Ага. Оп. Еее. Бак, говорит, фогг или white. Отличное начало дня. Отличное начало. Ну, хорошо. Первый блин, как говорит, с комом. Ну, что ж. Посмотрим опять на табличек. Что случилось? Ну, старый бак в арене... Ну, в смысле, на тизовской. Это не арена, это на тиз. Что не перемещаются юниты или еще что-то. А Рвака поддержал канал на 1, 2, 3, 4. Говорит, привет, Миша, спасибо за варкрафт. Твое комментирование самое ламповое. Прекрасно. Спасибо за спасибо. Добрые слова. Игра следующая стартует достаточно быстро. Захожу. Боберт, ты сегодня весь день варекоментишь? Не-не-не, Бонич, я комментирую только этот матч, потому мне нужно убегать, к сожалению. Вот. Надеюсь, сейчас бага не будет. Разбежались виспы, отличные пионы, тоже побежали. Класс. Бонневур... Играет в Dark Souls 3. Я с удовольствием просто наблюдаю за процессом этим. Как он сталкивается все с новыми сложностями. Вот. И по-бонневурски их воспринимает, преодолевает, естественно. Так, только пришел на этом турнире все пять раз без, без, без понятия. Если честно, я об этом турнире... Я слышал, но не смотрел вообще никакие игры. И мне просто наводку вчера или позавчера Demon X дал, что, мол, финал, фоги, все дела. Вот, поэтому... Самое страшное впереди. Да, самое страшное, это без смерти или с какими-то ограничениями проходить. Ну, вот это реально. Когда у тебя такая полоска ХП, что ты можешь этой полоской впечатлить даже женщин, вот, это не игра. Ну, то есть, это ознакомительная тема. Я надеюсь, что после прохождения игры тебе там кто-нибудь поставить челлендж, пройти либо без прокачки, либо без смертей, сразу будет поинтереснее. Так. Блэйдмастер первым героем и фокусом. Ну и тут козел от Фогича. Вот, Фокус один из немногих игроков. Я не знаю, экспериментировал ли он где-то на серьезном. Хотя нет, у него были, у него были темы. У него были темы с Форсиром, были. Хотел сказать, что он приверженец Блэйда, но это не так. О, Мин Майн Вайф, привет. Как увлечься Прогу Варкрафтом? Да не надо, зачем? Это уже дела давно минувших дней. Варкрафт надо было в свое время полюбить просто и все. Так, ну начинается Криппинг. У козла, естественно, получается получше просто потому, что он козел. И мне кажется, что звуки из игры громковаты. Сделаю чуть потише. Ну кажется, что громко. Подтвердите, если что, я еще тогда подрежу. Ну потому что у козла Аэнты, потому что у козла АОФ, у него такое количество дэмэджа дополнительного, что Блэйд со своим здоровенным мечом все равно даже справиться так быстро не может. Уже козел на базе, посмотрите, Харас пошел. У Блэйда кольцо, сразу выкидывает он... А, нет, не выкидывает, он выкидывает ТП, а вот кольцо решил оставить. Козлик пытается подхарасить, но очень четко сейчас срабатывает, блин, фокус. И грантом не дает зайти, и Блэйдмастером провожает. Так что нельзя остановиться так просто и пострелять или прикопать. Фогич, тем не менее, пытается прорваться, вызывает энтов и пытается отойти сейчас от Бору. Блэйд, кстати, не возвращается, хотя прекрасно видит угрозу, которая исходит. А что здесь вообще сможет сделать Фогич? Старается харасить как может, но Бору он не отменит уже в любом случае. В это время Блэйд ищет, не строится ли где-то база. База у Фогича не строится. Ну это такой странный харас. Ну, он, конечно, приносит свои плоды, ну, по крайней мере, по крайней мере, он штрафует фокуса по лесу. То есть вот эти вот все шесть рабочих, которые сидят в Борусах и отстреливаются, они не собирают лес. Но, с другой стороны, логово не отменили, рабочего не убили, козел побитый, ну и немножко униженный возвращается домой. Результат так себе. Арча в хорошем месте хайдится, просто следит, чтобы не было альтернативного какого-то забега на базу. Опасное начало, опасное начало. Я не знаю, чего ожидал сам Фоги от этого хараса, то есть, может быть, его устраивает такой результат, но со стороны кажется, что как-то не очень убедительно получается. Так, второго уровня у нас, к сожалению, нет, поэтому прикопать Гранта, штрафануть не получается тоже. База делается, но это вполне ожидаемо, рядом с АО, и Сторожевая Сова теперь в патче приходится ее делать за денежку. Но апгрейд настолько полезный и полюбился, что на него тратится и время, и денежка. Там по времени вообще оно быстро делается. По деньгам кажется 100-100, если мне память не изменяет. Раньше вообще я думал, что это профиль кого-то на фоне луны, а на самом деле это на дереве сова на фоне луны. Там реально сова нарисована. Вообще, если хотите поностальгировать и, с другой стороны, по-новому открыть для себя Warcraft, рекомендую зайти на старый сайт Battle.net, он все еще функционирует хорошо. Именно варкафтерский раздел. И посмотреть в увеличенном варианте все иконочки, предметов там и прочего. Возможно, для себя вы откроете новые непонятные какие-то формы артефактов. А там детализация, все дела. Совсем недавно заходили, потому что мы для нового турнирного модуля искали иконки разных рас, щиты там и прочие гербы, эмблемы. Забрел я на древний сайт Battle.net. Пытался сейчас покоцать и весьма успешно фокус Фогичевский экспант. Но это вопрос с одной елки съеденной все. Да, спасибо большое, кстати, демону. Он в чатике сейчас отметился. Именно он, собственно, и предложил и передал китайцам желание нашу постримить, посмотреть эти матчи. Поэтому мы сделаем это из игры. Спасибо, как говорится, демону за это. Сова как раз была сделана для того, чтобы следить за Блэйдмастером. Блэйдмастер рядышком. Он успевает добить, тем не менее, несмотря на прикопку, очень странный мух. Все добивает фокус. Офигеть. Грубая ошибка от Фоги. Он мог реально прикопать Блэйда значительно раньше. Что это за криппинг? Одновременно с этим делается грейд... Делается экспант. Почти второй левел СХ. Ну и шаманы. Шаманы, причем, с грейдом, с лайтным щилдом. Но делается он, скорее всего... Ну, хотя и ЛС тоже может зайти в определенных ситуациях. В то время, конечно, нет, но лайтник щилд, кинутый вовремя на... На нужного юнита, может, хорошо. Ой, какой артефакт. Костяные колокольчики выпадают. Начинаем постепенно отъедаться. Грант, кстати, рискует. Рискует Грант. О-о-о-о! Фокус теряет Гранта. На ровном месте теряет Гранта. Алхимик крепится. Козлик побежал. Третьего уровня стандартным. Нычка скоро будет. Говорит, вот Фогичу сейчас не хватает разведки. Потому что вот такой тайминг экспанда, он не очень стандартный. Возможно, у Фоги, и я надеюсь, у него есть информация о том, как, в принципе, сейчас играет Фокус. То есть, что он может такое сделать на данной карте. Вот. Но... Так, пошел Блэйд в инвизиум. Сэха, иллюзия. Будет. Ну и понеслась. Энты прокачаны на третьем. Энты уже с Грейдом на Nature Blessing. Пять армора мы наблюдаем. И пошел Фокус. Смотрите, иллюзии вызвал. Отвлекает. Телепортируется? Что? Что? Так у нас лимита больше. Позиция вроде нормальная, все равно Блэйд битый. А зачем? Такое впечатление... Нет, я понял, зачем. Фоги не знает об экспанде. Фоги не знает об экспанде и переоценил армию врага на магазине. То есть, была ситуация. Ты крепишься, вроде как идет крипджек, и ты в этот момент понимаешь, что лучше не рисковать, потому что у меня есть база. Вот именно это было в голове у Фогича. Могу с высокой уверенностью это сказать. И он сейчас готовится отбиваться. Он готовится сражаться за свой экспант. Смотрите, что творит. Но на самом деле, Фокус не идет в единственную свою атаку. Он может прийти посражаться, если захочет. Но если он увидит, что здесь слишком серьезная защита, зачем ему лезть? Он может отойти, прокрипится снова. И вот в этот момент Фоги должен заподозрить, что что-то не так. Он должен отправить разведку. Он должен отправить разведку на эксп. Обязательно должен отправить разведку на эксп. Потому что только в случае экспанда есть, ну, во-первых, шансы у Фокуса на победу. И есть логика в действиях Фокуса. Да, Фокус просто отошел, начинает крепиться. Фоги сразу прямиком без разведки идет на экспант. Он понял, что происходит. По пути заходит в магазин. Берет протекшн. Ой, денег не хватило на следующий свиток лечения. Да, приходит, видит, что уже эксп работает. Не просто работает, уже 600 голды выкачал. Шаманы были оставлены здесь. Но ничего, Виспов с собой берет. Ох ты, шаманы по короткому пути хотели пройти. Алхимик 3. Скрулл в Зе Бист есть, прекрасно. И Скрулл в Зе Бист, кстати, так просто не задиспелить. Скрулл в Зе Бист нужно. Скрулл в Зе Бист пошел. Он просто тыкает в нычку и пытается ее убить. Возможно, это правильный ход, не давать сражения. Ну, под контроль ты. Свиток. Телепортироваться. Уже надо телепортироваться. Уже телепортироваться надо. Так зачем? Сейчас-то зачем сражаться? Фоги, перестань! Серьезно? Зачем? Где логика? Твою налево, да вы издеваетесь. Он продолжает сражаться. Такие лаги еще нет. Сейчас он развалится просто здесь. А, у него же ТП нет. Он же не может телепортироваться. Ёпп, РСТ. А зачем тогда было убиваться в мейн? Что происходит вообще? Зачем убиваться в мейн? Он просто, когда, пока убивался, он... Ну, потерял где-то 3-4 кота, еще свиток лечения вынужден был юзнуть. То есть, я тоже не сообразил вовремя, что, ну, помните, на магазине у него нет ТП, он пришел, купил протекшн, денег на ТП не хватило. А, ну, зачем тогда врубаться в экспо-то? Бояска вступили в бой. А вот сейчас фокус будет идти в атаку. И сейчас его хрен остановишь. Не, можно, конечно, но... Ну, хотя не, можно, можно. Блин, 4-й СХ. Почти 5-й Блайт с большой бутылкой жизни. Ё-моё. Нужны срочно виспы. Голем сразу ушатывается. Там змейки сумасшедшие. Виспы чинят, молодцы. Сейчас алхимик будет умирать. Пурш, пурши, до свидания просто. Ё-моё. Я не понимаю. Ладно, в общем, шаманы контрятентов, как вы видите. Коты уже не справляются, естественно, и они не справятся. Фокус тут давит. Несмотря на то, что, да, уже лимит поменьше. По героям очень сильная просадка. Ну, мы покормили человека, понимаете? Тут была сразу серия ошибок, к сожалению. Четвёртый кипер, но там уже 5,5 Блайт. 2-2-9 вылетает у него из крита. Фоги начинает контролить. Ну, это капец, конечно. Это такая игра странная. Я не могу понять. Ну, я попробую пересказать, что не так вообще. Во-первых, Фоги не разведал вовремя экспант. Исходя из этого, действовал слишком пассивно. Слишком пассивно действовал. Он явно не рассчитывал на то, что там ранняя база, и явно ждал атаки от фокуса. Мы помним, здесь стоял, ждал, ничего не делал. Как следствие, как следствие, фокус значительно лучше прокрепился. А, и учитывая то, что он не знал об экспанде, он без боя, хотя должен был по лимиту и по ситуации сражаться, отдал ему ещё половину магазина этого. Это тоже большая-большая проблема. Это всё откладывается по экспе. На героев. Ну, то есть... То есть, ладно, давайте в хронологическом порядке. Сначала, значит, мы... Сначала мы... Не сделали вовремя разведку. Увы. Не сделали вовремя разведку. Не увидели базу. Исходя из этого, на магазине... Ну, Харас у нас ещё на старте сам был такой какой-то странный, но ладно, хрен с ним. На магазине не дали бой. Тогда, когда у орка было 42, у нас было 50. И кейпер уже был там третий, нормально, можно было сражаться. И хантресы были живые, всё было норм. Вот. Это первая ошибка. То есть, уже подкормили вражеских героев. Потом у себя на базе простояли слишком долго. Опять же, будучи в полной уверенности, что... Что противник сейчас нападёт, и тебе нужно только отбиться, и всё. А, на магазине мы ещё телепорт. Этот важный телепорт отдали. Вот. И когда до нас дошло, что орк не собирается нападать, и вследствие, значит, у него нет... Что у него есть база, мы идём в атаку. Мы идём в атаку, у нас всё равно есть преимущество, потому что нычку мы поставили с вами раньше врага, и это привело к тому, что лимита побольше. Вот. Но за это время на отступлении фокус умудряется взять ещё свою мастерскую, просто потому что фоги не сразу допёр. Что? Ну, то есть, орк отступил, и вот фоги соображает, что, почему, как, что. Вот. И... И ключевой момент, на мой взгляд, ещё можно было в этот момент вытащить игру, но вот этот тык в экспант, он был очень странным. То есть, он хорош, если бы у него был ТП. Если бы у фогича был ТП. То есть, он просто теряет там одну-две хантрессы, разменивает на телепорт, который ему, в принципе, не нужен, потому что всё, опять же, сводится к одной атаке фокуса. Вот. Но он, потратив пару-тройку хантресс, потратив свиток лечения, убив вот этой вот ценой экспант, он продолжил сражаться с орком. И это очень странное было. Очень странно. Заходим в следующую игру. Новый Найландс. А подскажите, у нас Бо-3 или Бо-5? Скорее всего, Бо-5, но на всякий случай. Спасибо большое. Бо-5, ну хорошо. Вот, то есть, на экспанде два варианта. Либо он должен был дождаться не покупать протекшн, должен был дождаться кипером купить просто свиток телепорта. И всё. Прийти, так же, прожать скролл в за бист, пофиг. Убить нычку и телепортироваться. Но лучше было, конечно, просто дать там бой. Пофиг на экспант, что он там работает. Да, там просто сражение со скролл в за бистом, с протекшном, со свитком лечения. То есть, сразу начать сражаться не с гамбургером этим, а с армией орка. В этом было больше смысла. Ладно, давайте посмотрим, что будет на следующей карте. Не помню, как она. North Niles, что ли, называется, да? Ой. Стремновато, конечно, смотреть. Такие странные очень игры. Странные, потому что реально серия ошибок в короткий промежуток времени просто. Да, Фоги достаточно длительное время, насколько я понимаю, в Китае находятся. Как сообщается, место всё ещё не в команде. Фоги, китайцы, что? Смайл такой нубас. Как мы его в ФФА вообще пускаем? Надо ему бан дать в игры в ФФА, пока хоть базово наших игроков не изучит. Так, снова козёл, снова блейд. Начинается криппинг. Блин, вот тоже такой момент. Фоги среагировал не сразу, далеко не сразу на блейдмастера, который убивал. Но овца помогла. Выиграл немножко времени и третий удар не сделал блейд. А троллишь пацанов, видишь, как ведутся твоя школа. Отлично. Но ты всё равно забанен в играх у нас. Видишь, я тоже шутить умею. Только смешнее. Так, две сирклетки. Две сирклетки. Тут тоже, правда, два венца благородства. Но один из них был куплен. Хантерс Хоул. А, мега-раним нычка, да? Молодец. Это другой билд. Ещё более агрессивный со стороны Фоги. Да, понял всё. Находится рядом всей армии. Ну, потому что понимает прекрасно, что блейд рядышком. И... Да. Ой-ей-ей, разминулись немножко. Эй! Эй! Посмотри, что творится буквально у тебя в роще. Кипер. Причём он отошёл сначала, а потом... Всё, уже подрезано. Не успел глазом моргнуть, всё. Уже раздраконили этого огра-солдата. Ой... Как грамотно контролит Фоги. Он понимает, что блейд вроде как может быть рядом, но терять время просто виндвоке не хочется. Поэтому он кипером контролит одних мурлоков, а арчами, ну, тут не законтролил до конца, к сожалению, но всё равно молодец, крепится в другом месте. Так, а в это время отманиваются и буквально двумя грантами, и блейдом, благодаря тому, что отманили никаких молотков, никаких слоу, из големчиков начинают правильно, потому что големчики у нас с средним армором. Голем с полной маной, понимаете? Какое унижение крипов? Думяу же сейчас тремя грантами и блейдом просто лечится на глазах. Голем вообще не понимает. Он вроде существо разумное, но он понять никак не может, что происходит. Почему я не бью этого голема? Он же лечится прямо передо мной. Почему у меня вся мана? Вот он камень, но рука не поднимается его кинуть. Это какая-то... Какая-то магия арковская. К слову, так делать могут, естественно, кто угодно. манипулировать так крипами, поэтому... И смотрите, опять вот эта вот сверхнаглая, сверхранняя база. Ё-моё. Правда, лимита сейчас у Фогича нет. Поэтому наказать нычку он не может, но нычка делается долго. Пару минут-то точно. Поэтому... Её отменить, особенно с котами, изи. Понимаете? Изи. Хотя, если СХ будет рядышком, то не так-то просто будет. Отменить её. Второй барак, магазин. Миллион денег у Фогича. Почему так поздно второй барак? А, стоп. Стоп. Что? Он барак потерял? А, нет, всё, нормально. Барак. Я думал, что у него здесь был АОВ второй. Раньше построен. Не-не-не. Просто часто делают АОВ второй значительно раньше, чем сделал Фоги. Не знаю, почему он по такому таймингу его ставит. То есть тут уже Т2 доделывается, у него АОВ к этому моменту не будет готов. Очень странный второй АОВ. Очень странный. Так, Фоги идёт. Вот ему по-хорошему нужно просто прийти и отменить эксп. Ну что ты, ну кёп, РСТ. Да, он увидит экспант, но не сможет его отменить, скорее всего. А может и сможет. 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 Увидел. Давай, давай, давай. Энтов вызывай. Нычку отменяй. Сыха бежит, старается, но хрен тебе. Не успевает. Не успевает. Чем сильнее бьют, тем меньше ресурсов возвратится фокусу. Он, видимо... Ой, какой бедный пион. Минус Арча, правда. Так а почему здесь не посражаться? Шамана попробуется развести на... А, он просто... Да, шамана, и он пытается ещё Бору отменить. Хорош. Чтобы рабочего убить. Хорош. Шамана прикопали. Пурдж. Ещё кот. Вот сейчас давит, Фоги, отлично. И шаманам угрожает. И нычка, самая главная нычка у него-то стоит, понимаете? Стоит нычка здоровенная такая, руками машет. А уже не машет. Почему не машет двух весов не доделать? Кота потерял одного. Кота потерял. И Арчу потерял. Убил только одного. Да ладно! О, нет-нет-нет, извините. Да Фоги, ну да контроль ты! Что это? Что это? Блин, да вы что? Фоги недоконтроливает котов. Играет на атаку Алхимик второй. Нычку восстанавливает. По-прежнему ситуация неплохая для Фоги. Нычку он отменил. Отменил. Как же Фога скрипится дико. Камень здоровья взял, ушел. Блин, тяжело. То есть у Фоги понимание, что там снова, скорее всего, делается база. Шторк крепится, с этим надо что-то делать. Он выкупает свиток. Армия никакая. Ну потому что двух котов еще потерял. Пытается подрезать гнолу надзирателем. Рок Витроп хороший артефакт. Орк рядом. Блин. Ну что это за беготня? Бессмысленные. Черт. 51 лимит. Арчи какие-то. А зачем Арчи и дальше строить? Пытался поймать Блэйдан. У него большой инвол, большой камень жизни. Точнее, камень жизни просто. Фогичу нужно сейчас организовать одну атаку. Организовать, стало быть, грамотно подготовить. Чтобы не было сапплай блока, чтобы было 60+. Вот он, Мунвелл под 60+. Чтобы герои были прокреплены хорошо. Блин, там СХ с амулетом маны. Что это? Что это? Талисман защиты сам выложил. Ого! Моя скаф вступили в бой. Как? Как? Оооо. Да он алхимику хотел его передать. Ооо. Талисман защиты, смотри. Йес. 50 лимита, здесь делается аофф. Рабочие переводятся. Но сейчас идеальный момент с точки зрения тайминга, чтобы постражаться. 50 на 62. Свиток один есть. Ничего. Что мы ждем-то? Надо до 70 разогнаться, купить еще один свиток, взять виспов, идти в атаку. Все правильно. Аофф, к сожалению, нам отменят. Блэйд умудряется все вообще до это самое дотырить. Талисман здоровья выбил из этого Скорпиона. 1-1 ханты. Второй грейд по таймингу сделается очень хороший. Ну, естественно, чакру мы есть. Много энтов. Задиспелиться в этих шаманов нужно. Ну, добей ты змейку. Алло. Протекшн пошел. Виспов подрезает блэйд. Ну, еще 3 виспа живые. Давайте, давайте. В шаманов, в шаманов, в шаманов. Есть хороший диспелл в один, по крайней мере. Ну, диспейль, диспейль, ну диспейль. Ну, Да что? Ну, виспы! Ладно, вроде и так справляемся. 63-50. Ёпрессетэш. Блэйд нарезает дико. Уже инвола нет. Большой камень жизни он юзнул. Блин, а может не пробьем. 60 на 46. Кадой! Молодой! Умер Кадой, хорошо. Змеяка, хорошо. 57 на 43. Я посидею с такой игрой. Так, есть бутылек, есть ТП. Нормально. Нычку штрафанули. Уже хорошо. Уже хорошо, друзья. Господи, как можно было! Ты ведешь просто в кучу шаманов, виспов. И то они сразу, они доходят. Там стоят, думают просто о чем. Он успевает шаманов в разные стороны развести. И ты после этого, ты диспелишь. Ну как так? Это, по сути, единственный диспел у орка. Все, все остальное. Вот один диспел. Там было у них 200-220 маны. Виспы 3 взрываются. Минус 150 у всех. Все, они пустые, абсолютно. Ничего не сделать. Короче. Короче. Телепортируется это правильно. Потому что даже несмотря на преимущество по лимиту. А зачем? Зачем у нас есть нычка? Надо только крипиться не забывать. Какой же там блейд дикий вообще. Артефакты серьезнейшие. Там нужно свиток купить. Телепорты, во-первых. Во-вторых, через магазин пройти и снова на нычку. Не теряя при этом времени. Никуда не заглядывая. Заглядывая. Просто идешь и... Не, Фоги пошел крипиться. Окей, ладно. А, он думал. Хрен тебе. Там уже добит этот скорпион несчастный. Блэйдмастер. А Фокус не собирается ставить экспант. Он идет просто в одну атаку. Какой же Фоги медленный. Капец. Просто. Да добитый ш... А, он боится, что пробьют. Веспов сразу. О, вот это молодец. Веспы сразу выходят. И давай в шаманов, в шаманов, в шаманов. Да, 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 да. Вот это нормальный диспел. Ну да, добей, добей, добей. О, молодец. Лайтнинг щилд задиспелит. Лайтнинг щилд диспелит. Диспелит лайтнинг щилд. Отлично, все. Козел с ЛСом вперед бежит. Коты мочат 2-2 грейды. 7 армора у кота. Дэмэдж редакшн физически 30%. Прикапывается к кодой. Блайт старается за двоих, за троих, за пятерых. Воюет, но у него нет хп. Его можно прикопать, убить. Вообще гг. Есть, 1-1. Господи. Ох, нет у меня, короче, уверенности в силах Фоги. Потому что, ну, вроде, все, все, все очень, очень просто. Типа. Ну, то есть, ставишь нычку, защищаешь ее. А убить ее человек может только на халяву. А потом приходишь по таймингу с превосходящим лимитом, даем ваше одно сражение. Грамотное исполнение этой стратегии, все. Вообще. То есть, это не... Вообще никаких шансов Орга. Тут фокус, там старается, там ухитряется, тут подрезал, там чуть-чуть переграл, тут так. И все равно тебя приходят, ушатывают. И все равно, и все равно Фогич заставляет нас понервничать. Почему Орг проиграл? По твоим комментариям сложишься, но очень ошибался. Да, Брок, в этом-то и дело. Это текущая все еще мета. Потому что Орг ничего не может делать против Экспанда такого. То есть, наказать, отменить он его не может. Соответственно, Эльф Экспанд свой ставит быстрее. А сам свой, как ты видишь, защитить не может. Ну, по крайней мере, так рано, до появления СХ. Ну, вот. И все, и он может только получить более хороших героев, с хорошими артефактами. Так и произошло. Но этого все равно не хватило. Зверка, привет. Короче, имба. Ну, да, тут есть преимущество у Эльфов. Я согласен. Отдельный привет Ютубу. Там любят Варкрафт. Смотрят Варкрафт. Приходите на ГГ. Здесь хорошо. Здесь читаем чат. Здесь общение. Здесь клевые смайлики. Это сайт наш родной. Фокус реально получше контролил карту, крепился. Потел, одним словом, больше. Да, он старался там, как Фигара просто. И там, и тут успевать умудряться. Ему это удавалось. То есть, он... Вспомните, как Блэйд действует. То есть, он успел подрезать тролля на территории... Ну, то есть, Огра сначала на территории Фогича взял там кольцо, правда. Потом подрезал с сыхой тролля, взял камень жизни. Потом крипджекнул на магазине Фогича. Потом где-то еще большой нвол надыбал. Подрезал скорпиона. Короче, смысл в том, что у Фогича из артефактов была... Аура Паладина, которую он взял из гноула на магазине. Это единственный, кого он там убил. Собственно, выманил, прикопал, убил. Венец Благородства. И, кажется, это все. То есть, все остальное было покупное. Там телепорты, свитки и так далее. Вот. Да, счет 1-1, друзья. А разве стратегическое мышление выбираться не скилл? В смысле, ты же... Ну, от патча к патчу тема, как ты видишь, меняется. Ты не можешь... Ты выбираешь расу, как правило, единовременно. И перейти на другую довольно сложный процесс. А, доджи-талисман. Точно, там же еще и Вэйжен был, 15. Который Фоги чуть не оставил у себя на базе. Жуть. Бера Круз говорит. Здравствуй, Михаил. Как же ты комментируешь, круто я до игры был спокойно. Тебе удалось передать мне твое переживание. Теперь даже интереснее игры смотреть-то стало. Ой, то ли еще будет. Спасибо тебе. Что? Кофе буду. Буду кофе с удовольствием. И кот побежал сразу. Ладно, давайте посмотрим, что будет проходить на третьей карте. Терри нас. Да просто Фоги заставляет переживать за него. То есть, если тебе не безразлично как, ну, результат. Если ты за кого-то болеешь, то... Ну, тогда получается хоть эмоциональное комментирование. Ай, ну, можно было бы... Короче, крепимся, друзья. Крепимся. Потихонечку. На магазине. Слушайте, а фокус-то сразу бежит... А, он бежит, скорее всего, выбивать артефакты из центра. Такое бывает. На Терри нас. На Терри нас. Надо заманипулировать этих. Чтобы... Фрост Армор кидался на них. Чтобы не было замедления по скорости криппинга. Хорошая опять нычка. То есть, Фогич выбирает шаблон прошлой игры по таймингу строительства экспанда. Ты стараешься его сделать максимально быстро. Блин, два когтя. Ублый, да, уже плюс 12 урона. Бойску отступили в бой. Страшный, страшный герой. Вы посмотрите, какой. Оп, висп видит такой. Ё-моё, если бы у виспа были руки, он бы сделал сейчас фейспаун. Потому что плюс 12 урона. Плюс 12... Оооо! Висп живой, живой. Я живой. Такой... Сейчас как взорвусь, сейчас как взорвусь. Смотри. Не достал. Ну, басень. Шмот на криты же не работает. Шмот работает, когти не работают. Агильные работают. Такой урон нет. Ну, как бы он же не только... Он же вот сейчас убьет, правильно? Вот он бьет, плюс 12. Грунцер, к сожалению, на лагерь отдается. О, а, говорит. У Блэйдмастера... По теории вероятности. Где-то каждый шестой друга критует. И тем не менее, когти любят. Почему? Потому что. Да, друзья, могут быть проблемы с трансляцией, потому что у нас сегодня затянулись технические работы. Об этом уведомлении бахали. Они начались в 11 часов у нас. С оборудованием в Соде идет работа. Поэтому прошу прощения за возможные технические проблемы. Но в любом случае будет локально... Делается локальная запись. И если вдруг вы что-то пропустите по техническим причинам, не переживайте. Ну, пока ничего ценного, опять же. Ой, как рискованно крепится. Гогич, ты чего? Что? Что? Что это? Зачем? У тебя уже... Уже дерево... Почти настраивалось. Он, видимо, был уверен на 100%, что... Что Блэйд убежал. Вот в чем дело. Короче, надо сейчас барак спасать, потому что без барака не то. Жуть. Просветочка пошла. Просветка, кстати, подействовала. Гранты пытаются... Вот тоже ошибка от фокуса. К слову, о идеальной игре. Зашли зачем-то без сыхи. Сыха там только закупаются на мэйне. И все. И... Наполучали там 400 хитов. Точно у одного гранта сняли. Сейчас под совой специально крипится. Сейчас вызвать бы сову и энтов под ней. Ну, в смысле... Да. Ух ты, опасно-то как, а? Войска вступили в бой. Второй барак делается. Да куда? А, нет. Я думал, дерево добило, но нет. Грамотно Фоги, конечно, зонит Блэйдмастера. Прям очень грамотно мне нравится. То есть он ему вообще не дал шансов что-то тут наубивать. Моя скафт вступили в бой. Почти с двух ударов убивает даже без крита. Плюс 14 урона у него сейчас. Ставится база по шаблону прошлой игры. И Фогич может догадываться, что... Опа, прикопочка! И маны нет! А прикопка какая? Первая. Судя по времени, первая. И... Идет спасать ведь своего. Сейчас будет новая прикопка. Пурдж. И лечение. Да, вот здесь уже не посражаться ведь. Хотя нет, можно попробовать снова убить Блэйда. У него же нет виндвока. А ситочка если будет... А, маны нет на прикопку. Все, извините. Ну, Давид просто не хочет давать ему про... А ситка как же больно бьет. Экспанд. Вот сейчас надо было, конечно, попытаться, наверное, отменить эксп. Армия так себе, но... Вообще, время есть. Еще минуты полторы. Как же фокус грамотно действует. Посмотрите. Не дает вообще... Спокойно прокрепиться. Ну, если бы Фоги... Не это самое... А, нет, все нормально. Фоги пошустрее. Он... У Фоги... Что на Галде, что вот на том турнире прошлом, в Thunder and Fire. Что здесь? У него есть вот какой-то лак. Вот перед тем, как принять правильное решение, он иногда подтормаживает. Вот бывает такое. Ну, решение о том, например, крепится или не крепится. Вот у какого-нибудь там Лина взять. Он вообще не останавливается. Было сражение. Битый он, не битый. Все делает быстро и сразу же уже крепится. А тут как бы... Постоял, кинул. Постоял, пошел прокрепился. Вот если бы просто сейчас фокус не пошел на лагерь наемников, а допустил, что Фогич здесь, он мог бы его крипджекнуть. И Фоги мог не успеть там добить ценного бамбра, не успеть достать артефакт. Крест перерождения. Выпадает. 46 лимита у Фогича на 40. Но нычка-то достраивается. Tom of Experience, судя по иконке, был у Алхимика. Надо планировать атаку. Надо, во-первых, понять, что... Сейчас свет, наверное, будет, да? Да, свет. Грамотный свет. Не смог, видимо, сделать разведку до этого. И понял, когда ему нужно нападать. Свиток-свиток, свиток-свиток. Крест продаем. Да вы, батенька, любите рисковать. Я погляжу, да? Войска вступили в бой. Ладно, виспов берем. По шаблону. Трех-четырех виспов с собой. В атаку. Блин. Лайтинг-щилд не сразу... Ну, почти сразу реагирует. Накупить наемников. Свиток-зверя. Великолепный артефакт! Под одну атаку. Четвертый алхимик. Ой, третий алхимик, четвертый кипер. Ситуация изумительная. Просто не затягивается. Ну, возьми артефакт. Ну, 50 баксов-то не лишний. Просто не затягивать. Просто идти вперед. Просто, 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 просто. Хотел сказать, соколик. Фогич, давай. Давай в атаку. Блин, как же. Вот каждая секунда это добытые ресурсы. Это... Ну, вот что это? Почему ты... Ааааа. Как же медленно. Как же медленно! Ну, кш... Ну, Фогич, ну давай. Ну, пошел. Поскакал давай. Но! Какой же... Короче, скорость армии определяется по скорости самого медленного козла. Он прошелся. Как... Он круг нарезал просто по северной части. Пока он там думал, просто мастерскую забрал человека. Он не должен был здесь скрипиться. Его можно было даже без козла. При... При это самое... При... Аааа. Как же я горю. Где виспы? Виспы далеко. Виспы не диспелят. Скролл за бис с одной стороны. У тебя тоже скролл за бис есть. Скролл за бис жми. Молодец. Скролл за бис. Сам диспелишь. Ну, виспы опять. Что ж вы делаете? Господи. Блейд упал, конечно, но... Ну, как? Как? Фогич, ты чего? Это уже системные ошибки. Нельзя. Ты берешь с собой виспов, но не диспелишь их. Твою налево. Ну, что это за... За это самое... За... За тормознутая реакция. И он... Он выиграет все равно, понимаете? Ну, это грубые ошибки. Он бы задиспелил и скролл за бис. И маму шаманов. Он уже был там. И линк он бы задиспелил. Ладно, он все равно здесь выиграл. Я горю, ну, потому что... Ну, как не гореть-то? Вы видите, что происходит? Козел у него слоупок в армии. Виспы-пацифисты. Шок. Просто шок. Закупает два свитка. Это фаталити просто. Падают гранты. Энты, свиток. До свидания. Тут просто энты ушатывают. Не, вы видели? ГГ. Это не ГГ вообще. А-а-а! Как же у меня горит-то, а? Ё-моё! Короче, друзья. Фогич пока ведет 2-1. Пока ведет 2-1. Так-то надо было, да, окружать, если вы подошли. Так это понятно. Понятно. Но уже не в первый раз такое, понимаешь? Ну, отправь-то их сразу туда с этим черешив диспейлиться. Или просто диспейлиться. Потому что они прибегают, а там уже как бы... Нет, они прибегают, там все нормально. Они добегают спокойно, их никто не трогает. И козел, который, представляете? Вся армия ждет одного козла. Просто. Он там бегает что-то. Ману подрегенил. Решил еще энтов у себя вызвать на это поблизости на базе. И все ждут. Алхимик ждет, коты ждут. А орк в это время крипит мастерскую. Причем, которая на территории Фогича находится. Причем, с лимитом гораздо меньше. Все миры козла не ждут. Ну, вот они ждали. Реально можно было его там крипджекнуть еще. Ну, без особых проблем. И не было бы скроллов за биста у орка. Не было бы уровня у них. Ну, нам-то, конечно, скроллов за биста особо не нужен. Но... А зачем он орку-то, правильно? Ой, ладно. Ладно. Ничего, ничего. Все равно тащим. Фогич молодец. Увидел, что Блэйд, видимо, был уязвим. Без инвула. И решил сфокусировать все внимание на нем. Пока я глядел на виспов. Умирал Блэйд. Ладно, понеслась там уже игра. Давайте. Заставляет понервничать. Фогич заставляет. Это сингл, причем дабла нет. Ну, в смысле, и для лозеров нет. Так что проходишь уже 750 баксов. А дальше полторы. А дальше три. А дальше шесть. Баку Фогичу. Ладно, ничего страшного. Они пересоздают довольно быстро. Даже сцены переключать не буду. Просто рейди прожму и все. Фоги еще извиняется. Такой, сори. Киллорд 2.1. Чем Андротем Лонгвар из бета вышел? Да ладно. А он бы в бете, что ли, был? Какая-то грустная мета, пишет. Но минор со всеми ошибками Фоги все равно выигрывает. Но справедливости ради стоит сказать, что фокус тоже ошибался в этой игре. Вот. Но если вы помните полуфиналы прошлого китайского турнира, кажется, это было все-таки Thunder and Fire, где Фогич, к сожалению, в финал не вышел, но дошел до полуфинала. Вот. Мун там играл значительно лучше Фогича. И вот мы посмотрели один полуфинал, а потом второй полуфинал и финал. И если в текущей мете взять по исполнению игрока уровня Муна, то только он сам может проиграть. То есть вот только ошибки из серии А, пойду-ка я в Т3, скоплю полтора К ресурсов против таймингового пуша, ну как-нибудь отобьюсь. А, сделаю еще грейды там 2-2 заранее. В общем, а по-другому не выиграть. То есть там настолько все проще. Ну, по крайней мере, на высоком уровне. Опять же, сейчас речь идет о лучших игроках мира. Если вы думаете, что вы в ладере проигрываете из-за того, что... Из-за того, что другая раса сильнее, то у меня для вас плохие новости. Давайте, не будем огрусен. Не будем. Так, Блэдмастер и Козел. Эхоэллс, это выбор фокусом. Хотя и Теренас тоже был выбором фокуса. Что толку? Войска вступили в бой. Блэд вышел, посмотрел на виспа, но его никак с этой елки не забрать. Посмотри, четыре игры Муна в группе, говорит. Ты наслаждение получишь в море. Ох. Вообще радует, конечно, китайцы своими турнирами и тем, что можно из игры их посмотреть. Из-за того, что уровень очень высокий. Жалко, что я сегодня должен отойти. Буду не посмотрим. Мы с вами Тиаш против инфи. Но вы можете посмотреть. Наверняка там кто-то стримит. И Хавк стримил до старта. Вот. Наверняка кто-то еще будет стримить. На древе 2019 уже давно никто не проигрывает в ладере из-за того, что в другая раз сильнее. Да, наверное, я давно не был в ладере, поэтому. Ну, Фогича сложно осуждать. Он третий раз выбирает стратегию, которая ему в двух предыдущих принесла хороший результат. В чем его винить-то? Правильно? Арчу, тем не менее, он теряет. И энд теряет. И замажется спокойно Блэйд. Но пока он замазывается... Не, Фогич... Неужели он будет крепиться? Не-не-не, ошибка. Так нельзя делать. Ну, слишком маленький ДПС. Почему он хавк вернулся на ГГ? Я не знаю. Я, на самом деле, так и не понял, почему он уходил. Ну, то есть, я слышал причину. В любом случае, мы... Рады. Потому что он... Хотя, говорят, он чат ГГшный не читает. Но это вранье. Потому что я написал, и он прочитал. Сопадений, не думал. Придется подождать, когда база достроится. Блэйд мешает, как может, всеми силами. Пошел апгрейд. Хантерс Холл. Здесь гранты, как могут, крепятся. Урывками. База достроится. Так, помощники, мочите, пожалуйста, вот эту вот Лёху. Лёху 188. Он явно какой-то неадекватный. Не, я не осуждаю людей с нетрадиционной ориентацией, но... Спасибо большое, Глёху. Наш гетеросексуальный чатик ликует. Ай... Ладно, извините, отвлекаемся. Но тут по игре особо нечего сказать. Дерево медленно топает в сторону экспанда. Блэйд мастер, ну не может отсюда уйти, но и не может сражаться. Поэтому... Поэтому... Крутится рядышком. Готовлю еду, отвлекаюсь. Готовь, готовь. Так. Ну вот сейчас уже вроде получше. Сова, видите? Не-не, ну что ж ты? Ну какого... Блин. Ну вот как так можно-то, ёпар СТ? Блин. Он, кажется, отдал артефакт. Ну, потому что зелёная точка закреплена, это кольцо. Он отдал просто серклетку. Войска вступили в бой. Да. Ладно, пытается подхарасить, выиграть время, чтобы... Ну, шахту отменить и... Ну, шахту вроде он и отменит. Прикопки больше нет. Поэтому... Фоги отменяет правильный виспа, снова рутит рудник. Какая ранняя база у Фокуса, вы посмотрите. Вот это тайминг, вот это я понимаю. Третий кипер, но... Фогичу нужно... Опять же, с этой базы что-то делать. Кольцо защиты когти выпадает ещё с эхем. Пытается снова отменить. Грамотно совами контролит. Перебивает лечение, предпоследнее лечение. Магазин и АО в 42 лимитах против 38. Но Фокуса ситуация очень хорошая. Прям очень хорошая. У неё герои лучше. У неё нычка почти так же. Да так же получается. Так же, так же. Из-за того, что он позже рабочек переводит, она позже начнёт работать. Но... Войска вступили в бой. Что ты делаешь? Опять тормозим мы. Опять тормозим. Сейчас отдадим ещё огра солдата из-за этих двух секунд торможения. Ну вот что это такое? Пошла оситка. Третий блейд. Я... Офигеваю просто. Свиток выкупил он ещё. Видимо из-за наличия свитка Фогич не решился сражаться. Проблема в том, что Фоги не знает тайминга сейчас. Что там с базой? Войска вступили в бой. Пытается забрать маркетплейс. Очень наглый, кстати. Надо... Это должно читаться сейчас. Но фокус ошибается. Фокус серьёзно ошибается. Ну он подумал, что это лагерь наёмников. Но это не лагерь. Сейчас он понимает, что это вот. Вот это что такое? Подарок блейду, что ли? Просто вот не собраны артефакты. Скролл за биста, опять, выпадает Фогич. Возвращается домой, чтобы вылечиться. Виспы стоят. Не, он какой-то потерянный вообще. У арчей грейда на атаку нет. Надо телепортироваться будет, чтобы барак не терять. Да. Ну полечи остальных-то. Ну... Понятно. Ой, ёпари, сетты. Так и хочется спросить. Видас. Артефакты нет? Нет. Нет, вот, конечно, очень... Очень странная игра. Фогич делает ауф, но это просто... Войска вступили в бой. Ауф, естественно, убьют. Но пакет. Лайфинг щелд, который недоконтраливается. А, недоконтраливается нормально. Сапоги-скороходы. Взяли, хорошо. 50 лимитов. Фоги не выходят специально из лимита. Ждет своего часа. А какого своего? 58 выходит. А там Орк 61 уже. Коты пошли лечиться. Там два свитка. Сейчас Фогича убивать вообще планирует. Ё-моё. Тут без виспов вообще никак. Змейки сумасшедший урон наносят. Хорошее лечение. Но без свитков крайне сложно. Минус барак. Это 2-2. Это 2-2, судя по всему. Уже просто в деревья заходит. Scroll of the Beast. А вот это может быть ошибка, что в деревья зашел. Хотя там армии-то не осталось. Да. Минус тролль, минус код. Лечение еще. Правда, не совсем своевременный рейдер умирает. Но разницы нет. Гага. Ну и нафига нам эта интрига? Приказываю. Да спасибо тебе за переподписку. Конечно. Большое. Что с Воги случилось? Может, на отвале играет? Я думаю... Я не знаю, что случилось. То есть он играет сейчас без пинга. Он давно тренируется в Китае. Он совершает странные поступки. Предлагаю разойтись и сохранить интригу. Я не смогу. Я буду... Мне надо узнать. Какой же ты громкий, а? Ладно. Всем еще раз добрый день, друзья. Сегодня мы начинаем смотреть плей-офф. Плей-офф, плей-офф турнира, господи, тоже от Доу Ю. Юля, Юля Кап. И первый же матч Фогич против Фокуса. Решающая пятая карта. Карта наша. Ну, то есть это лузер пик, выбор Фоги. Сегодня еще будет второй четвертьфинальный матч, как вы видите. Тяж против Инфи, но, к сожалению, я его точно уже не успею посмотреть. Но... Но я хочу посмотреть Муна. Так что, если игры будут завтра, они, судя по всему, будут завтра, будем с вами смотреть. Давайте переходим непосредственно в игру. Хорошо, что удалось на ТСе взять карту, потому что мы выиграли разок на карте врага, так скажем. Трухель поддержал, говорит, я бы повжухла за Фоги, но я в бане. Говорит, Трухель. Трухель, Трухель. Кажется, кажется, ты на PUBG что-то там такое сказал, не вовремя, да? Бывает. Да мы болеем за Фоги, переживаем, естественно. Ладно. Сколько еще нужно победить, какая обстановка Так все, уже счет 2-2 Это карта последняя, 100% Последняя, кто победит, тот проходит дальше Кто проигрывает, тот Вылетает с турнира И в кармане у тебя 300 баксов Но 300 баксов это всем дают Кто занимает с 5 по 8 Кто дошел просто до плей-оффа А если ты пройдешь следующий тур, то будет 750 А если в полуфинал, то 1500 А если в финал, то 3 А если в финале выиграть, то 6 6 и 300, понимаете? Разница в 20 раз Всего лишь нужно 5 каточек, 5 серий 4 4 даже, вообще халява Друзья, ну давайте соберемся Наверняка кто-то из вас сможет тоже Изи Делаешь козла Туда-сюда Фишечка, фишечка Смотрите, ап Неплохо Да, просто катнуть Муна Ну, катнуть Муна в четвертом матче Никто тебя не заставляет катать его раньше времени Костяные колокольчики Капец Начало Что? Харасить? Опять как в первой катке будем харасить? Войска вступили в бой Фогидж ждет, когда у него накопится лес Чтобы он штампанул экспант сразу же Он делает экспант Он харасит просто для того, чтобы быть уверенным в том, что Блейд здесь Там пионы На защиту норы Это моя нора Нет, пионы все Пионы отошли уже Ну и попытка номер 3 Ну, предыдущие Предыдущие две увенчались успехом Как же блочат пионы Какие же они твари Все, не удастся Не удастся убить Бору А зато Блайда подкормили до второго Ладно Коты бегут Котам дорогу Лагерь наемников контролируется веспом Это теперь его лагерь Грейт на ночное видение Апгрейт на Т2 Кот контролер Увидел Блейдмастер Очень хороший момент Понял, по крайней мере, что не крепится И куда направляется Ну, ему надо самому выдвигаться тоже Чего ты здесь ловить-то будешь дальше Да, кот слопок Кот только сейчас побежал Ага, все понятно Блейд понял, что Не чисто Что, скорее всего, где-то дерево несанкционированно растет Козел понял, что Блейд понял И прям бежит на него Вот это уровень Вот это я понимаю Блейд прибегает тут же Козел его подвязает тут же Понимаете? Вот это контроль Вот это я понимаю Тут готов Т2 Сыха в заказе Блин Переживай Ну, первый козел Первый козел против Блейдау Которого уже вампирик Понимаете? Тяжело Но зато у нас эксп Который не отменяли Сова контролит Все отлично Надо крепиться будет Второй барак Добавляет там мэйни Нет, Блейд Ну, сейчас он Ах ты какой Ох ты какой Выманивается И выкупает двух троллей Вау Бегите Ну, 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 ну Тролли же вы же должны Ну, да контроль-то их Вау Хорошо Хорошо Бегите, тролли Бегите Он выкупил их В том числе для того, чтобы, видимо, не досталось Кто добил? Козел добил Но книгу взяли Окей Алхимик нужен Висп на алхимике эй 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 ээ эй эй и опять он артефакты вытаскивает да что ж такое ну мы добили но артефакт не наш нычка наш атефакт не наш и снова экспант блин какая же халява скотами надо отменяться безобразие С котами надо все это отменять Спасение рядового тролля Тролль пытается вылечиться Козел прикрывает Ё-моё Как же быть? Как же быть? Да, нычка делается Сыха уже с когтями Надо, наверное, сейчас Брать лагерь наемников, покупать А где у нас еще один? Извините, а где Мунвелл? Извините, мы ничего не забыли? Черт Да, сразу два уже тогда Понятно Ошибка Сапплай блок Пытается Блэйда шатнуть, но Увы, никак Сапплай блок это крайне видно Сейчас вот берешь, закупаешь еще пару троллей Да все, скупаешь Просто все, что есть Получается уже 50 лимита Артефакты бери Ну бери артефакты Блин, этот Сапплай блок вообще не в тему Совсем не в тему Почти третий Сыха Ё-моё Просто у нас лимит Такой же, как у врага Этот лагерь наемников Здесь виспа нужно оставить Сюда надо было виспа отвезти Что ж ты делаешь? Давай, крипся, крипся Крипся, крипся, крипся Давай, давай, по-быстрому Еще закупай Закупай все, что можно Все, молодец Уже хорошо И здесь бы тоже скупить Что по деньгам? Нормально уже 50 лимита, 200 Не, хорошо Свиток зверя, отлично Сзади шаман Шаман, шаман, шаман Ну смотри Ну все же видят Даже голем слоу кинул Ну троля под контроль Сзади же было Аааааа Ну как? Ну как? Ну почему? Почему так все отдаем? Было же видно Шамана Шамана было видно Можно было даже Его попробовать убить Особенно под слоу У нас проблемы с крипингом У нас проблемы с разведкой Здесь мы не знаем Что у врага там Можно только догадываться Что там экспант И по какому он там таймингу Минус ТП Опять соплай блок Через магазин Через свитки надо идти А фокус шикарнейшим образом Крепится У него уже 3-3 Уже 3-3 И я не знаю Как с ним сражаться сейчас Может за свитком зайдем? 500 голды ТП хотя бы купим Фоги Ну ты чего? Ну что ты такой Медленный ты сегодня? Это минус экс Скорее всего Потому что у нас Телепорта нет Какой же ты медленный Завейся Да ладно Он еще отобьется Войска вступили в бой Скоро завис Давай Это единственный шанс На победу вообще Фокус только сейчас Понял что не стоит Сражаться Ловится Блэйд На город напали Надо восстанавливать Экспанд Здесь в углу Есть место Надо восстанавливать Экспанд Говорю Надо восстанавливать Все равно 60 лимитов Лучше не будет Ну зачем Зачем была полиция Ладно Не важно Все Спокойный Миша А теперь нет там места Понял все Там видимо Пофиксили эту тему Сори Это старая информация Войска вступили в бой Протекшн Это по сути Единственный шанс Чтобы справиться Хороший диспл Есть еще висп Виспа больше нет 57 на 53 Саплай блок Битый кодой Битый Рейдер битый Блин там маны 250 Свиток рановатым Использовали Лайтинг щилд На блэйде Он нарезает В самой куче котов 50 лимита На 50 Да Это минус алхимик Подлак Инвол мы ему Не успели отдать Диспл Диспл Чтобы 51 лимита Не было Но я грущу Потому что Перспективы в этой катке Уже мало Потому что Эти все размены Не в плюс Они все Откладываются В Опыте героев Мражеских Сейчас непонятно Как базу Отбивать Который прекрасно Знает Орг Либо В бой Ну денег У тебя Экстра нет Еще сейчас Четвертый уровень Будет Вторые змейки Второе лечение Он тоже косячит Видите Фокус не передал Артефакты Два когтя Ну Коготь Один Можно было Давно Передать Блэйдмастерам Решает Защитить Экспанд Еще же Не конец Да я понимаю Что не конец Но Шансов на победу Было больше В этом Сражении Вступили В бой Сейчас Как вообще С этими героями Справляться Я не знаю Первых Алхимик Не вышел Во-вторых У тебя козел У тебя первый Герой Значительно Менее Опытный У кого там Сообщение В Телеграм Пришло Проверьте Пожалуйста Спасибо Не отвлекаемся Вот Пытается С наемниками Отбиться Но Ситуация Конечно Минус Экс Меняет Экспанд На Кадоя Троля Подконтролить Надо Протекшн И телепорт Ну Понятно Фокус Не хочет Просто Сражаться С Протекшн Да и Не за что Здесь Сражаться Снова Ставят Экспанд Здесь Тоже Экспанд Строится Как Видите Химик Химик Третий Козел Третьим Красным Ночью Забирать Это ясно И потом Как-то по разведке По таймингу Приходить на Эксп Это единственный Шанс Коты Один Ноль Один Ноль Коты Один Войска Вступили В бой Давай Да Больно Смотреть Ладно Допустим Будет чудо Может там Подрежет Как-то Чудом Героя Что-то Где-то Недоконтролится Сайленс Выпадает Может Изрешать Правильно Накинутое Сало Пару Раз Может Подрешать Войска Вступили В бой Все Видимо Собираемся С мыслями Сало Выкинует Не знаю Зачем Шаманы Как правило Под сало Все Кладутся Отлично Не стоят Вместе А он еще Украинец Понимаете Вообще Его не понимаю Вот сейчас Сало Зашло бы Отлично Ладно Начинается Битва Падает Первый код Ситуация Очень сложная Почти пятый Саха Шанс вообще Нет никаких Если Стремятся Стремятся В пропасть 48 лимита На 58 Блэйд Нарезает Вампиризм Когти Ё-моё Ну будем Замуна болеть Че ж остается Так жалко Так жалко Ладно Друзья В любом случае Как бы не было Это больно Надо было Посмотреть Фоги Все равно Молодец 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 Повторюсь Что Плей-офф Только начался Хоть и Вот таким Вот способом Но Тем не менее Тем не менее Сегодня 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 еще будет Матч Тяша Против Инфи Если вы хотите Посмотреть Выберите Какого-нибудь Другого Стримера Сейчас Посмотрю Кто Кто у нас Еще Стримит Хошк Стримит Вольверин Стримит Так что Смотрите Да Для Фоги Насколько я понимаю Все уже закончилось А я вас благодарю за внимание Для меня на сегодня все Потому что надо Собираться и убегать ТБД Это To be decided Типа еще Определиться Потом ТБД ТБД Это человек Который Видимо Выиграет этот турнир Да Спасибо вам большое За внимание Я в расстройствах Забаню Пожалуй СФП ГБ И ФЕ Потому что Он путает Расу И нации Вот Ну просто Чтобы мне стало легче И На этом Попрощаюсь с вами Всего хорошего Пока Субтитры сделал DimaTorzok